Ещё вопросы есть? Спасибо. Скажите, а как здесь может быть применим экономический или, как мы ещё называем, домостроительный подход? Экономический подход начинается с воплощения и заканчивается Откровением 20. Мой ответ — да, верно. Но тогда возникает вопрос. Почему эта роль досталась второму лицу Святой Троицы, а скажем, не первому лицу и не третьему лицу? Любое ли из лиц Святой Троицы могло обличиться в плоть? Тогда это уже была бы не наша, а какая-то другая Вселенная. Искупление было бы там, и воплотился бы тогда Бог Отец или Святой Дух. Это может показаться странным, но многие богословы считали, что воплотиться могло любое лицо Святой Троицы. Наиболее известным сторонником этой позиции был Фома Аквинский. Или же Бог-Сын наилучшим образом подходил для этой роли. И тогда это хорошо согласуется с уже озвученным здесь представлением о внутренней подчинённости. Хотя здесь важно отметить, что кальвинисты придерживаются мнения, что воплощение именно Сына обусловлено тем, что они называют Заветом Искупления. По небесным законам, выражаясь человеческим языком, обличиться в плоть, вызвался Сын. Но это мог быть и Отец, и Дух, главное, что был Завет Искупления. Итак, за всю историю христианства было выдвинуто немало богословских гипотез по поводу того, почему воплотился именно Сын. Одно из объяснений — это внутренняя подчинённость, теперь отражённая во времени. Другое, как утверждал Аквинский, заключалось в том, что воплотиться могло любое из лиц Троицы, но подходила эта роль именно Сыну, посредством которого был создан мир. И так как им создано всё, Колосином 1, то вполне логично, что им же всё должно быть и воссоздано. Так говорил Фома Аквинский. Или же, если отталкиваться от представления о Завете Искупления, воплощение и пришествие Сына было проявлением божественной свободы, а не божественной необходимости, как будто сделать это может только Сын, и у Бога нет выбора. Поэтому данная позиция предполагает разные последующие богословские толкования. Но это уже занимательная часть систематического богословия. Ещё вопрос. То есть, если говорить о домостроительном или экономическом подходе к Троице, то с момента воплощения нам открывается вторая ипостась Троицы. А в 1-м послании к Колосинам мы читаем о Христе, что им создано всё, и всё им и для Него создано. В этом проявляется Его роль как Творца. Домостроительный подход предусматривает у Христа такую роль, роль Творца. Полагаю, что те, кто считает, что 1-я Коринфянам 15 служит отражением экономической Троицы, скорее всего скажут, что любые наши богословские построения должны учитывать человеческую природу Христа, ибо это может внести существенные коррективы. Иначе говоря, имеет ли воплощение какое-нибудь значение? Или же то человеческое облачение Христа, Его воплощение, не более чем модный наряд, который Он, как предвечный Сын, всегда и носил? Или же воплощение было действительно исторически значимым и играло существенную роль? Приглашаем Вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, Вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Мне кажется, что важное место в этом дискуссионном вопросе принадлежит пневматологии. Доказывая свою позицию, многие исходят лишь из взаимоотношений отца и сына, однако не стоит забывать и о Святом Духе. О Святом Духе. В древнееврейском слово «дух» не мужского рода. И так зачастую существующие на этот счет воззрения учитывают лишь отношения между отцом и сыном. Однако если проанализировать роль Святого Духа в истории, хальс-гешихте, в истории спасения, истории искупления, возникает, как мне кажется, целый ряд серьезных вопросов, с которыми приходится разбираться, которые приходится решать. При необходимости предпринять богословские анализы не ограничиваться исключительно описанием. Но тогда нам пришлось бы выйти из области библейского богословия и вступить в область богословия систематического. При этом стройность вашего систематического богословия будет во многом определяться точностью описания непосредственно содержания вашей феноменологии. И это еще один аргумент в пользу основательного изучения библейского богословия. Соглашаться со мной по всем вопросам вовсе не обязательно. Обязательна лишь согласованность с текстом Священного Писания. Ну что ж, друзья, будут ли у вас еще вопросы, прежде чем мы завершим занятие? Ну что же, тогда сегодня закончим немного раньше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok